36-я форма ведет ее бухгалтер, подчиняется бухгалтерии, прикрывает он тылы директору, все это понимают. Инвентаризация. Инвентаризацию по факту произвести нереально. Документы смотрим, делаем. Если, конечно, бывает зачистка складов, кто это знает, и есть какая-то недостача, рекомендую, вентилируйте зерно, делайте документы, что вы его вентилировали, вентилировали в связи с поводными условиями, то есть если у вас реально там какая-то, но опять же в рамках естественной убыли, не было такого, что у вас все зерно провентилировалось, но не забываем делать распоряжение на вентиляцию зерна, прогоняем по документам это все, таким образом уменьшаем, если у нас недостача, если у нас излишки, не показывайте, это я вам рекомендую, потому что всегда возникнет вопрос, откуда они у вас взялись, стало быть, у вас не выставлена сушка, у вас не выставлена чистка, у вас неправильные весы, то есть недостача это всегда лучше, чем излишки, помните это. Так, размещение зерна, это то, о чем занимается у вас лаборатория, по однородности, по кондиции и так далее, старайтесь не принимать, это директора, как правило, заботятся об этом, со всякими фузариозами и так далее, фузариоз очень серьезная вещь, воняет тухлой рыбой, зерно имеет очень высокую степень зараженности, то есть однажды взяв такое зерно, вы потом будете долго и нудно чистить свои склады, и стоимость приведения до нормального состояния своих складов будет несоизмерима с теми доходами, которые вы получите от хранения такого зерна, причем фузариозное зерно вы никуда потом не денете, то есть, как правило, его кто взял, тот должен и забрать, а сертифицированный элеватор, он должен предоставлять качественные услуги, и он гарантирует своим сертификатом, что он в надлежащем качестве, в надлежащем количестве, вам, вернее, вы вернете это зерно, поэтому не играйте с зараженным зерном, вещь неприятная. Доработку зерна оформляем актами распоряжениями и актами доработки зерна, 34 форма. Хранение зерна, зерно не отдаем до тех пор, пока с нами не расплатится, еще один момент, который возникает при проверках налоговых, который бывает, например, совместно с антимонопольным комитетом. Приходит какое-то письмо и просит вас предоставить данные о количестве услуг, которые вы произвели за какой-то период на элеваторе, и вы пишете, что вы там в течение месяца сделали столько-то тонн процентов сушки, чистки, вентиляции, по культурам, расписываете все дни, и все помнят, да, что учет ведется в килограммах на элеваторе, да, хотя мы пишем тонн, тонн, тонн день при хранении зерна. Вы пишете отчет о том, что вы прохранили такое-то количество, ну, тонн одней зерна. Дальше возникает вопрос, ух ты, а мы берем вашу декларацию по прибудку, а вы там по ПДВ, а вы нам исходите с теми данными, что вы написали, и бухгалтер теряется. Помните, что количество услуг, которые вы произвели в месяц, не должно совпадать с количеством актов, ну, которое отражено в акте выполненных работ, потому что вы-то прохранили какое-то зерно, вы можете его три месяца хранить и год. Если в договоре прописано, что вы выставляете в конце периода акт выполненных работ, вот, соответственно, вы в одну организацию дали один отчет и прописали, что вы в течение месяца оказали услуги хранения такого-то, такое количество, но оно у вас не совпадет с теми данными, которые они могут подтянуть с налоговой. Не теряйтесь, всегда помните, бухгалтер всегда прав. Просто он не всегда может ответить сразу на вопрос.